Солнышки, привет! Мы продолжаем с вами проходить Диско Элизиум. На чём мы закончили? А, мы разговариваем с Даркоманом под крышей церкви, всё логично. Недалеко ушли. О, привет, чувак! Чай, кофе... Ой, в смысле, да пребудет с тобой любовь матери. Чай, кофе, что-то знакомое. Кофе и чёрствое печенье. Ладно, давайте задавать ему разные вопросы. Что ты здесь делаешь? Это особое место. Здесь в нашем мире есть прокол. Выход в ничто. Эту церковь выстроили вокруг прокола, как место преклонения. Шиза у него конкретная. Я кручу вокруг него, питаемый тишиной, что даровала мне матери. Однажды я очищусь настолько, что смогу припасть прямо к нему. Что за матерь тишины? О ком ты постоянно говоришь? О, это непростой вопрос, Эссе. Она... Да, которую нельзя нарисовать или запечатлеть в скульптуре. Она пустота во тьме, за пределами разумения. Она спасла меня, но я не могу описать её. Никто не может, дружище. Никогда не бывать этому. А то он сказал, что он тут не один. Меня пугает, что они все, возможно, под крышей и где-то находятся. Что произойдёт, когда ты попадёшь к проколу? Я сгорю, но не исчезну. Я наконец приду в то состояние, в котором пребывает этот мир до начала реальности. Немного напоминает поведение замещения, да? Ты ведь кое-что знаешь о таких вещах. О, мы кое-что знаем. Может, ты просто заменяешь один наркотик другим? Нет, приятие. Это всё совсем не так. Это лишь вера и радостное служение. Вера тоже наркотик. Чувак, мне и раньше это говорили. И я знаю, что не смогу убедить тебя прямо здесь и сейчас. Но подумай сам, когда ты в последний раз просыпался от причастия тишиной, спохмелья. Сожалея о прошлой ночи. В твоём организме циркулируют вещества, помощнее алкоголя. Так мы же уже несколько дней как минимум ничего не употребляем. Вообще-то, мы уже чисты. Наверное. Прости, это было не тактично с моей стороны. Поговорим о другом. Давай сойдёмся на том, что мы придерживаемся разных взглядов. Я понимаю, для этого нужно время. Не парься. Я по-прежнему не понимаю, что ты делаешь в церкви. Я серов, дружище. Я пою во славу матери. А мне ты можешь спеть? Спой мне что-нибудь. Если ты вдруг подумал, что я поклонник Мариетти, то это не так. Моя песня столь же беззвучна, как сама Матерь. Я певец? Который поёт в тишину. Нормально. Мариетти – это мексиканская музыка и танец, которые обычно танцуют на всякого рода празднествах, особенно на свадьбе. Это традиционная народная музыка, поэтому она так очаровательно затейлива. Он на мгновение потерял хладнокровие. Видимо, ты его всё-таки задел. Погоди-ка, он же сказал, что не помнит ничего из своей мескийской жизни. Почему же он вдруг помнит это? Надо, 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 надо. Ты же сказал, что не помнишь, что такое быть мескийцем. Воспоминания приходят вспышками, когда что-нибудь их вызывает. Иногда они даже начинают обретать прежние значения, кажутся важными, но потом, хвала Матери, воспоминания снова уходят. Я имел в виду пение горящего сердца. Ты, наверное, думаешь, но огонь ведь потрескивает. Нет, дружище, это потрескивает сгорающий материал. Само по себе пламя бесшумно. Как ты вообще нашёл это место, эту церковь? Сложно сказать. Я пришёл сюда как строитель ещё в те времена, когда меня волновало материальное. Здесь, наверху, я осознал, в чём истинное предназначение церкви. С тех пор я провёл здесь много времени. Теперь прошлое ничего не значит для меня, чувак. Оно мне не принадлежит. Это твоё? Указать на шарф и обувь, которую ты нашёл здесь. А он там голый сидит. Я извиняюсь, Тьяго. А может, ты оденешься? Думаю, было моим когда-то давно. Мне пришлось сбросить это. Словно кожу, чтобы стать ближе к церкви тишины. Можешь забрать себе. Мне эти вещи больше не нужны. Мы нам просто абсолютно все ненужные вещи скидываем. Мы похожи на барахолку. Мы человек-барахолка. Вот смотрите, мы когда общались с пацанами, которые хотят здесь сделать клуб, они говорили, что наркоманов здесь много. Но пока мы видим только одного. И они тут этих наркоманов заперли на две недели. Вопрос. Где остальные наркоманы? И как они тут две недели без еды прожили? По крайней мере, он. Вообще-то, выглядит довольно элегантно. Ладно, у меня есть и другие вопросы. Жилистая фигура по-прежнему сидит на балках, скрываясь в тени. Ты здесь давно? Не знаешь, почему эта церковь заброшена? Как-то раз сюда нагрянула полиция. Отвечает он, и его голос вдруг становится безжизненным. Вы были свидетелем? На самом деле нет. Ну или большую часть, я уже просто не помню. Любовь матери сделала свое дело. Целительная сила матери в том, что она позволяет тебе забыть обо всем. Ай, более-менее он на каких-то солях. Сто процентов. Рейверы хотят превратить это место в ночной клуб. Это те, что в палатках, да? Я их видел. Думаю, они меня боятся. А им стоит бояться? Не, приятель. Они довольно забавные. Кроме того, я же теперь никому не причиняю вреда. А если ему шиза в голове скажут, что это во славу матери, нужно им вред принести? Вот об этом-то мы не подумали. Ну так что ты думаешь по поводу клуба? Почему бы и нет? Они мне тут ничем не помешают. Обычно я наверху преисполняюсь. И никакая музыка на земле не сможет достичь того места, где я нахожусь. Представьте, вы вот находитесь в клубе, где-то посредине танцпола, и потом видите глаза прям под крышей этого здания. Это же так крипово, это так ужасно. Возможно, в компании будет даже веселее. Он невольно выдал себя. Он все-таки привязан к людям больше, чем ему хотелось бы думать. Ты не знаешь, где сейчас другой жутик? Указать на странные машины, которые оставлены вокруг. Другой жутик? А, это Ви... Виа-Джито Муя... Эстудиоса. Понятия не имею, дружище. Виа-Джито? Значит, бабуля? Погоди, то есть в церкви действительно живет кто-то еще, и это Виа-Джито? Нет, это я зову ее Виа-Джито, из-за того, как она одевается. На самом деле она довольно молодая. Ну, может, и не настолько молодая. Возраст лишь одна из масок, которые мы носим. А ты не знаешь, где она сейчас? Именно это я и говорю, дружище. Как ты можешь не знать, вы же оба живете тут. Да я как-то не слежу за тем, когда она приходит и уходит. Просто иногда вижу, как она что-то печатает на своем компьютере. У нас разные интересы. Адил просто шнуряет где-то под крышей церкви, а вторая сидит в компе. Идеальное сочетание. Можешь мне еще что-нибудь про нее рассказать? Она выглядит, что... Как она выглядит, что делает? Кто она вообще такая? Боюсь, что нет, Эсса. Пойдет с тебя подождать, пока она вернется, или... Или залезть в ее компьютер. А ты случайно не слышал, чтобы Виджета называла радиокоммуникатору пароль? Слышал, Эсса. Так много раз. Тебе он для чего-то нужен? Тогда просто назови мне его. Да, это необходимо для расследования особо тяжкого преступления, убийства, совершенного в Бартинезе. Давайте второе. Скажем, что это важно. Лейтенант удивленно поднимает бровь, но ничего не говорит. Не парься, чувак. Пароль за жизнь... За жизнью смерть. Ну что думаешь? Когда я это услышал, мне даже стало жаль. Ээээ... Нихилиста... Пегуана. Пегуэна. Я не знаю испанский, извиняюсь. Почему он говорит на испанском, если он сказал, что не помнит ничего от своей прошлой жизни? Несостыковочка. Что ты там говорил про кофе? Что-то знакомое. Это я это слышал. Слушай, дружище, если хочешь, можешь поговорить о священном пламени, сердцем охвачено чудесное сердце матери. Но только не про кофе. Я здесь не для этого. Ну ладно, спасибо. Полагаю, Эссе на этом разговор окончен. Пегура скрывается в тенях под потолком. Эта беседа была занимательной. Однако, я все же не уверен, что это имеет отношение к нашему расследованию. Ким, ты просто не понимаешь. Ты не паникуй раньше времени. Мы сейчас тут все устроим. Сейчас мы тут такое наворотим. Ты офигеешь. Нажать, воспроизвести еще раз. Так. Давай попробуем еще раз. Думаю, я знаю пароль отличного журнала. За жизнью, смерть. Хорошо. Я разблокировала личный журнал. Когда завершите звонок, нажмите печать, чтобы получить доступ к узловому блоку памяти. Фортрест, эксидент. Я могу вам еще чем-нибудь помочь? Звучит знакомо. Это компания, на имя которой зарегистрирован используемый вами в данный момент терминал. Я понять не могу, это... кто говорит? Кто-то на другом конце провода, или это записанное уже что-то? Вам известно еще что-нибудь об этой компании? Одну минутку. Ты слышишь, как она листает каталог, а потом прилежно зачитывает. А, все. Это действительно оператор. СКА Фортрест Эксидент производит уникальный интерактивный радиоитр с функцией дозвона, как написано в каталоге. Неплохо. Ух, концептуально. Вам виднее, я всего лишь отвечаю за пароли. А что это такое интерактивный радиоитр с функцией дозвона? Ее ответ утопает в помехах. У вас остались еще какие-нибудь вопросы? Кто вы, машина или человек? Я человек. Меня зовут Ивона. Мне 74 года. Я говорю, это оператор. Лейтенант, шепчу тебе на ухо. Подтверждает пароли. Все программисты параноики. Ивона, тут мой напар... Ивона, мой напарник говорит, что вы занимаетесь этим, потому что все радиокомпьютерщики параноики. Хорошо, но кто вы такая? Откуда вы знаете, где я? Я работаю специалистом по подтверждению паролей в восточно-астроволийском ретрансляторе. Моя работа знает, где вы находитесь, в Ортес Эксидент. Что касается меня лично, ее речь снова прерывает с помехами. Всю в своей кабинке, со всех сторон, окруженные радиоточками. Неужели ей не одиноко сидеть? Вот. Вот так, все время одной. Вам от такой работы не бывает одиноко? Одиноко? О, с чего бы вдруг? Я могу целый день за чашечкой горячего чара разговаривать с людьми, такими, как вы. Вот почему она этим занимается. А теперь скажите, пожалуйста, могу ли я еще чем-нибудь помочь? Так, спасибо, но на этом у меня все. До свидания, и теперь нажимаем печать. Принтер печатает длинный текстовый документ, каждый абзац датирован. Немного похоже на чей-то дневник. Прочитать, распечатать. Первая запись сделана 4 февраля 51-го года. Неизвестный автор краток и лаконичен. Я в церкви. Дверь была заколочена, так что пришлось воспользоваться монтировкой, чтобы попасть внутрь. Похоже, это место заброшено. Ничего необычного, но надо поспрашивать местных. Нужно сообразить, как провести сюда электричество. Лейтенант наклоняется ближе, заглядывая распечатку поверх твоего плеча. Как только ты заканчиваешь читать, он поднимает взгляд бормоча под нос. 4 февраля? Это больше месяца назад. Кто установил эту машину, провел здесь некрытое время. Как думаешь, этот журнал может быть связан с нашим делом? С нашим делом? Нет, не думаю. Должна быть какая-то местная чудачка. Слушайте, нам же продавец в ломбарде сказал, что когда мы принесли пистолет и продали его ломбарчику, пришла какая-то чудачка и выкупила этот пистолет. Возможно, мы нашли место, где он находится. Прочитать вторую запись. 6 февраля 51 года. Поговорила с местными рваками. Говорят, что мне стоило держаться подальше от этого места. Здесь в церкви жутковато и полно наркотиков. Если правда немного жутковато, до сих пор не знаю, как быть с электричеством. Вот видишь, полно наркотиков, как и говорил Андре. Прочитать третью запись. 7 февраля. Наконец-то есть электричество. Следующий пункт программы новая антенна. Может, серия Эскер нужна какая-нибудь передовая модель. Либо... Нет, ладно. Пока не буду это говорить. Зачем ей антенна? Зачем вообще кому-то устанавливать здесь все это оборудование? Почитать четвертую запись. 8 февраля. Пришлось купить антенну. Возникли некрытые сложности при настройке. Сима помог. Говорят, остальные вернулись к искусству. Бьют где-то в городе. А Сулислав снова собрал рок-группу. Лекси попрошайничает. Интересный набор. По крайней мере, эти художники хоть как-то устроили свою жизнь. Это профессионалы. Они могут работать в различных сферах. Графический дизайн, реклама. У программистов тоже дела неплохо. Но я имею в виду, они же программисты. А вот у писателей у этих все хреново. Нужно лишь выяснить, что вызвало потерю данных. И дело с концом. До сих пор не могу понять, как так вышло, что резервная копия стерлась, хотя даже не была отключена. Знаю, знаю. Все думают, что это невозможно. Говорят, что я вру. Я должна восстановить справедливость. Потеря данных? Похоже, это связано с радиокомпьютерами. К сожалению, моих знаний в этой области недостаточно, чтобы понять, о чем говорит автор. Что-то по поводу уничтожения резервной копии данных и о том, что все решили, будто это вина автора. Давайте читать дальше. Художники, программисты, Лекси, кто все эти люди? Ее друзья, коллеги. Должно быть, она получила неплохое образование, раз знает, как настраивать все это оборудование. Прочитать пятую запись. 12 февраля. Сходила в магазин за едой, судя по всему, в порту забастовка. Определенно не испытываю никакой радости от необходимости снова встречаться с жителями Мартинеза. Церковь все готова, начнут завтра в 8 утра. Забастовка. Мы приближаемся к дате убийства. Продолжайте. Это уже интересно. Хочу понять, что это вообще за неисправность радиосети, которая заставила автора прийти сюда. Прочитать шестую запись. 25 февраля. Уже какое-то время занимаюсь пересылкой данных в Линтел, пытаясь воссоздать потерю данных, но пока ничего. Долго не писала в журнал, поддавшись разочарованию. Удалось, тем не менее, обнаружить любытное пространство на звуковую аномалию в дальней части церкви. Называю ее воронкой. Нужно добыть микрофоны. М? Неужели она имеет в виду... Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Да, первые же записи подтвердили, что воронка вполне реальна, и я не схожу с ума. Это столб тишины диаметром около 3 метров. Похоже, чуть выше я поднимаюсь, чем выше я поднимаюсь, тем меньше могу записывать. Возможно, это лишь совпадение, или это, может быть, связано с потерей данных, что привела меня сюда. Столб тишины. Она действительно говорит о тишине. Неужели она предполагает, что это не просто архитектурная особенность здания? Ничего себе! Но что это может быть такое? Лейтенант не отвечает. Он следит за направлением твоего взгляда, изучает чаши. Чаша поблескивает гладь воды, поверхность не шелохнется. О, может, там что-то наподобие клетки Фарадея? Хотя, нет, ладно. Пока не будем предполагать. Март 51-го. При этом в церкви появились какие-то юные дискотечки. Я пытаюсь записать тишину, чтобы определить ее эпицентр, но теперь я, похоже, записываю еще и будущие танцевальные музыки. Одна и та же песня в стиле неодиско. Снова и снова. К счастью, эта песня настолько монотонная, что мне удалось разработать алгоритм, который вырезает ее из записи. На следующий день пришел кое-кто из дискотечков. Я даже не успела поздороваться, как она испугалась и убежала. Ну и хорошо. Не хочу, чтобы меня отвлекали от работы. Дискач? Наверное, это была Ассель. Наверное, они имеют в виду Ассель. Ту девушку на льду? Да, похоже. Прочитать девятую запись. Март 51-го. Новый кабель для внешнего сигнала 2 мм. Это лапша, крейкеры, энергетик пинг, пинг-пинг, вода, зубная паста, жвачка, а также пара баллонов с сжатым воздухом. Ты продолжаешь читать, но вдруг слышишь, как дверь в церковь открывается. Странная женщина направляется прямиком к радиокомпьютеру. Сона. Программистка. Блин, не успели дочитать. Надо было быстрее это делать. Пытаешься сломать мой радиокомпьютер, да? Она пристально смотрит на тебя, удерживая при этом кнопку выключить устройство, перезагружается. Прошу извинить нас за втражение. Видите ли, мы из РГМ. Мы здесь по одному стороннему делу представляем некоторых организаторов музыкальных мероприятий. Мы не просто взламываем его, я пытаюсь раскрыть загадочную тайну, найти свою потерянную личность. Не, не будем сейчас. Не так сразу. Мы не должны раскрывать все карты о нас в самом начале. Ну, здесь совершенно точно нет никаких организаторов музыкальных мероприятий. Она не отрывает взгляд от клавиатуры. Ты слышишь, как машина гудит и возвращается к жизни. Уже несколько недель здесь только я и мой компьютер. А теперь отойдите, будьте добры. Мне нужно убедиться, что вы тут ничего не сломали. Нужно с ней поговорить. После того, как она завершит перезагрузку машины. А сколько нам ждать перезагрузки машины? Так, надо поставить, что вот это за место. Витражное окно. Под тобой возвышается молодая мать гуманизма. Белосеребристый абрикосовый витраж. По телу проходит трещина. Это невероятно высокая женщина с грустным овальным лицом. Ты чувствуешь, как от нее исходит мрачное величие. Это Долорес Дия. Светоч. Руковами она словно придерживается и сияющие легкие, которые отчетливо видны сквозь одежду. Немножко смешно то, что она как будто здоровье восхваляет, а здесь наркоманы сплошные. Встань на колени. Ты опускаешься на колени. Пол твердый, холодный, покрыт снегом, который намело с улицы. Просеянный свет проникает сквозь окна и падает тебе на руку. Сначала закрыть глаза. Мир накрылась тишина, нарушаемая лишь скрипом и треском огромного деревянного строения позади тебя. Оно укрывает тебя от ветра, что вводит снаружи. В этой темноте ты чувствуешь на себе ее взгляд. Разноцветные стеклянные глаза изучают тебя, словно букашку под микроскопом. Вознавательно. Женщина смотрит, как ты стоишь внизу на коленях. Она возвышается над своими последователями, зодчими, прихожанами, проповедниками, придворными. Ты видишь ее грустную улыбку и блеск сине-зеленых глаз. Что он означает? Сострадание? Сожаление? Она заметила приближение того, в ком еще теплится жизнь. Тебе? Эммм... Наверное, сострадание? Тебе на ум приходит это нежное слово. В этот момент лейтенант крестится от плеча к плечу. Встать и повторить этот жест. Четыре раза касаешься груди кончиками пальцев, затем ты поднимаешься с колен, встаешь в априкосовом свете, что падает из окна. Женщина над тобой продолжает улыбаться холодной улыбкой, расколотая трещина из стекла. Так, визуальный анализ. Откуда я знаю, что это мать гуманизма? 83% и неудача? Серьезно? Серьезно? Это тайна. Тайна, приправленная жалостью к себе и сожалению. Какой-то неизвестной тебе причине, когда ты смотришь в ее нежные глаза, ты чувствуешь, что готов утопиться. Ты знаешь только, что это молодая мать гуманизма, и что тебе пора идти. Сделай уже что-нибудь, только не смотри в эти грустные, наполненные тревогой глаза. Ну, попробуем визуальный анализ. Конечно же, неудача. Это Долорес Дея. Да, сначала и не было верно, но это должно быть Долорианская Церковь Человечества Мартинезе. В некратых записях ее также называют Церковью Смол Пайнвуд. Тебе известно об этом месте? Памятник архитектуры, который не так-то просто отыскать. На большинстве карт его местоположение указано неверно. Была построена первым повелителем переселенцев почти сразу после основания Ревашоля, около 300 лет назад. На побережье необитаемого архипелага, где раньше бродили лишь дикие звери, среди зарослей. Что еще ты знаешь об этом? Когда-то на побережье было семь таких дощадных церквей. Их называли Сетсер. Семь сестер. Теперь осталась только одна. Остальные сгорели во время революции или были разобраны на материалы. Тут следует вести себя почтительно, несмотря на то, что здание заброшено. Не думаю, что мы здесь найдем хоть что-нибудь, связанное с нашим делом. Хотя не исключено, что можем найти что-то другое. Почтительно? Неужели лейтенант последователь доларианства? Чувство вины лейтенант что-то недоговаривает. Знаешь, почему это место заброшено? Да, у меня есть теория. Здесь как-то проходила полицейская облава. Я слышал, что тут все изрешетили пулями. А кто организовывал облаву? Ну, я слышал, был задействован ваш участок. Хотя я не уверен. Как он может быть не уверен? Это что, секретная информация? Ты не уверен? Были задействованы полицейские из трех участков. Говорят, что из 41-го тоже. Не помню, чтобы я бывал здесь. Я совершенно уверен, что это была секретная операция. Больше я ничего про нее не знаю. Кто ее организовывал, кто был задействован. Я стараюсь не совать свой нос в дела других участков. Если я действительно был здесь раньше, я должен знать, что я здесь делал. Удачи! Простой звонок в секретарю участка не поможет вам получить информацию о секретной операции. Если вы действительно ничего не помните, возможно, это и к лучшему. Это произошло давно. Имеет отношение к тому делу, которое привело нас с Мартинезой. Ты закончила? Что вы хотели? Я же ничего не сломала, правда? Ой-ой-ой. Извините, но кто вы? Что вы здесь делаете? Сонна Уукан Кильде, бывшая ведущая программиста в Фордкасс Эксидент и РСА Радиус. Я проработала программистом более 16 лет. Профессионально владею такими языками, как Вокс и Орбис. Вряд ли я могу чем-то помочь, если только вы не приглашаете меня на работу. Это все равно не объясняет, что она делает здесь в заброшенной церкви. Верное замечание. Видели человека, который живет сверху на стропилах крыши? Нет? Но вы знаете, что он здесь? Да. А вот он вас видел. И что? Пожалуй, это действительно не имеет значения. Вы правы, это не имеет значения. Она какая-то слишком холодная. Зачем здесь так много машин? Это я установила их здесь. Это мои машины. Пожалуйста, ничего не трогайте. Зачем вам антенна? Я использую AR1 в качестве обрабатывающего модуля для своего рем-префект. Чего? Рем-префект. Это мой радиокомпьютер. А антенна это обрабатывающий модуль? Да? Похоже, вы действительно ничего не знаете о радиокомпьютерах. Я немного знаю о них. Ну что ж, ладно. Все радиокомпьютеры выполняют операции по воздуху, а значит, для достижения большей вычислительной мощности нужна хорошая антенна. А как вам AR1 это хорошая антенна? Полгаю, да. Пока что она меня вполне устраивает. РТНС очень нестабильный регион с плохим покрытием, но пока все работает на удивление хорошо. Но вообще антенна не из дешевых, так что я не рекомендую ее для каких-то стандартных служебных операций. Рейсер 1000, безопасная линейка для гражданских нужд. В любом случае, прежде чем что-то покупать, вам лучше самостоятельно изучить вопрос. Поспрашивайте вокруг, сравните цены. Есть множество милье, посвященных подобным вопросам. Ей понравилось рассказывать тебе об этом. Это успокоило ее нервы. Зачем вам этот радиокомпьютер? Для работы. Спасибо. Машина выглядит как-то совершенно инопланетно. Ее ядро испускает пульсирующее сияние, отбрасывающее на женщину странные тени. Работы над чем? Вы не могли бы... Вы не могли бы просто помолчать минуту. Ну или приходите сразу к делу. Я тут пытаюсь сосредоточиться на одной задаче. Это не грубость. Ну или не только она. Ей действительно очень сложно сконцентрироваться на задаче. А тут еще ты. Вообще ужас. А что насчет тех чаш с водой? Они подключены к моей работе, Рэмпрефик. Только прошу вас, не двигайте чаши. Спасибо. Вот так, коротко и по делу. Чтобы она с ними не делала, это ее чаши. Да, конечно, я постараюсь ни к чему не прикасаться. У меня есть еще вопросы. Отлично. Что вы делаете в заброшенной церкви? А я вижу, вы любите задавать вопросы, да? Я полицейский. Задавать вопросы. Моя работа. Я провожу здесь научное исследование. Вы не можете выгнать меня отсюда. Какое исследование? Я ищу координаты двухмиллиметровой... прорехи в нашем мире. Что? Она ищет нарушение радиоволн? Как говорилось в ее личном журнале. Лейтенант удивленно поднимает бровь, но ничего не говорит. Это прореха связано с потерей данных, о которой говорилось в вашем журнале? Да, именно это и привело меня сюда. Но я подозреваю, что все может оказаться несколько сложнее. Прореха в нашем мире? А что это вообще значит? Вот именно. Что это на самом деле значит? Она смотрит на тебя каким-то... Каким-то лихорадочным взглядом. Ее глаза блестят, словно жемчужины. До настоящего момента было невозможно получить ответ на этот вопрос, так как нельзя изменить ничто. А вы что думаете? Что это? Какими качествами обладает ничто? Как измерить то, чего не существует? Внезапно этот разговор захватывает ее, и она ждет ответа. Тебе за это вообще-то не платят. Мне философские разговоры никто не оплачивает. Минуточку. То есть вы живете в мире, в котором есть прореха? Я не понимаю даже, как можно разговаривать о том, чего не существует. А уж тем более, как изменить это. Не знаю, я здесь не для того, чтобы заниматься наукой. Я лишь хочу раскрыть убийство, чтобы можно было вернуться домой. Так, второе. Для этого необходимо измерить окружающее пространство. Это я и пытаюсь делать. Я использую гидропреобразователи, чтобы записать тишину, найти, где она начинается. А, гиперпреобразователи. Так вот, что это за чаша с водой. Это устройство записи звука через воду. А, гидра, не гипер, а гидра. Честно говоря, исследования продвигаются не особо хорошо. Вы знаете, где эта прореха может быть расположена? Полагаю, где-то под потолочными балками. Смутный дельхресте стропил. Единственное, что можно рассмотреть в теноте. Странная часть купола скрывается в тенях. Мы можем дать нашему другу-скалолазу факел в руки. И он пойдет, подсветит нам немножко вверх. Может, что-то разглядим. Во тьме можно встретить очень страшные вещи. В здешней части церкви есть такое место, где исчезают все слышимые вибрации. Я назвала это место воронкой. И чем выше поднимаешься, тем меньше можно записать. Может, поэтому наш друг-наркоман как раз там и сидит? Колонна тишины? Вы уверены, что это не архитектурная особенность? Возможно. Но это подозрительно близко к физическим координатам потери данных, что привели меня сюда. Это место, где живет человек-краб. Знаю. Вы же не думаете, что человек-краб может быть в этом как-то замешан? Нет, не думаю. Кажется, эти вопросы ее немного раздражают. Вы сказали, что исследование продвигается не очень хорошо. Почему? Потому что все это лишь пробы и ошибки. Я пытаюсь найти координаты воронки, ее точное положение в пространстве. И у меня нет... И у меня нет... Знаете что? Вы бы мне очень помогли, если бы просто помолчали и дали мне спокойно поработать. Да-да, в принципе, мы сидим просто болтаем у нее над ухом. Помогите Рейверам открыть ночную позициону, что она думает про ночной клуб. Так, да, надо это сделать. Замечательно, спасибо. Слушайте по поводу... Нет. Что вы думаете по поводу анодной танцевальной музыки? Что? Терпеть ее не могу. Могу поспорить, что она ее даже ни разу не слышала. А вы ее вообще когда-нибудь слышали? Хотя бы пытались послушать? Да. Ага. Постоянно только этим и занимаюсь. Мои соседи, что расположились в палатке, похоже, не планируют завязываться своими вечеринками. Возможно, чтобы понять такую музыку, нужно закинуться наркотиками. Но на трезвую голову она звучит, как какое-то монотонное вбивание ковра. Даже отдаленно не напоминает мне ни о музыке, ни о танцах. Понятно. А что вы думаете по поводу клуба в этом месте открыть? Мы сюда пришли за этих... Спидбанка в палатке, да? Тогда у меня для вас есть новости. Они тут не ночной клуб хотят построить. А что же тогда? Угадаете? Молодежный центр? Было бы неплохо. Контактный зоопарк? Отличное место для зверушек. Какое-нибудь общественное пространство для помощи пожилым людям? Я уверен, что они все-таки хотят открыть ночной клуб для любителей анодной танцевальной музыки. Они сказали, что это их мечта. Идущая программистка вздыхает. Не могу поверить, что именно заложник легко вас обдувить. Сходите к этим перспективным предпринимателям. Поговорите с ними еще раз. Хорошо? Спасибо. Желаю удачи. Я туда точно не пойду. Ким, дикий, дай нас на произвол судьбы. Да, конечно, не буду мешать вам работать. Понятно? Они, скорее всего... Возможно, они хотят все-таки наркоту здесь продавать. Они не хотят выгнать отсюда наркоманов. Они хотят завлечь сюда наркоманов. Что звучит достаточно логично. Так, здесь у нас ни с чем нельзя взаимодействовать. Буквы тоже еще сохранились. Ну, пойдем тогда на выход к нашим горе... Горе-музыкантам. Так. Ну, вот сюда. Ну, давайте еще раз поговорим с Андре. Чей-то дом вдали от дома? Совсем как твой. Втиснуться внутрь. Извиняюсь, но тут и для одного гостя места маловато. Войти вы. Я слишком стар для этого. На самом деле нет. Мне просто не нравятся правонарушители. Думает он. Уверен, вам там понравится. Я здесь подежурю. Ким, ты оставляешь нас на произвол судьбы. Так, подожди, не с тобой я хочу поговорить, а с вот этим вот. По поводу церкви. Я там все проверил. И? Что там было? Я поговорила с открытым в тенях существом, что карабкалось по балкам. С этим человеком, что живет на потолке. О, ты имеешь в виду человека краба. Как думаешь, кто он? Честно говоря, мне он показался нормальным, глубоко духовный товарищ. Он прочитал мне страшную лекцию про алкоголизм и нес какой-то вздор про любовь к матери. Ну, давайте вот это. Серьезно? А, интересно. Что он делает в церкви? Судя по всему, в основном молится и проповедует. Неважно. Он не создаст нам проблем? Ага, но их прав. Вернемся к теме нашего разговора. Что будем с ним делать? Этим ребятам его никогда не поймать. Как и тебе. Тут ничего не поделаешь. Он поддерживает физическую форму, размышляет о духовном и не пьет. Кто я, чтобы его в чем-то обвинять? Но он же, наверное, замышляет недоброе. Мак, это же человек краб. Угроза для общества. Человек краб. Угроза для общества. Вообще звучит как супергерой. Сомневаюсь. К тому же я совершенно уверен, что его невозможно поймать там, наверху. Ну, не знаю, чувак. Жуткий тип, который карабкается по балкам, пока наши гости пытаются мирно отдохнуть и отлично провести время. Не переживай, мне кажется, вы ему вообще по барабану. Как и другие люди. Если подумать, теперь это не кажется мне такой уж масштабной проблемой. Танцы до рассвета! На самом деле, так. Я работал с центральным процессором, как вдруг появилась сона, бывшая ведущая программистка. Программистка? Странно. Какая она? Спросил ее про ночной клуб. Она сказала, что вы, ребята, были не до конца честны со мной относительно своих планов. Да ладно, чувак! Кому ты больше веришь? Жуткой программистке или нам? Мы просто хотим сделать этот мир лучше. Почувствуй, любовь! Спустись и почувствуй! Лишенная всякого энтузиазма, попытка продать что-то, что и покупать это не стоит. Любовь? Не, вообще не чувствую. Почувствуешь, поверь мне. Когда мы настроим оборудование, звук будет качать или царикой. Ладно, раз уж с этим мы разобрались, кто она вообще такая? Я имею в виду, как она относится к нашей идее с ночным клубом. Ей не нравится идея с клубом. Жаль. Это же мое любимое хобби. А ей совсем не нравится. Да, жаль. Что нам теперь делать? Видишь какой-нибудь выход из этой затруднительной ситуации? Выход к залитому свету с тробоскопа будущего танца и единства. И единство. Единство! Танцы! Она совершенно ясно дала понять, что не уйдет оттуда, пока не закончит свой проект. А ты не можешь ее просто выгнать? Нет? Вы только посмотрите, какой честный. Нет, Ноэг, он прав. Может, тут действительно нужно иначе. Я уверен, есть какой-то другой способ. Можно договориться, что мы не будем ей мешать. Если это ее устроит, мы просто хотим попасть в церковь, чтобы дарить людям радость и восторг от музыки. Следы в темноте, существование. Зло существования. Ну, хоть человек-краб ведет себя, как здравомыслящее существо. Он хадкорный. Он поймет. Ага. Он же может и дальше лазить по стенкам в колокольни. А программистка... Ей нравится музыка. Вообще не нравится. Фейслав буквально ошеломляет Эй Камора. По какое-то мгновение он даже немного замедляет свой расколбас. Но затем с новой силой отдается процессу. Не переживай. Мы что-нибудь придумаем. Если мы не уживаемся, ты всегда сможешь ее выгнать силой, так ведь? Если тебя устроит такой подход, что скажешь? Я не собираюсь... Выгонять ее. Привайс Хуаадна. Я говорю, что эта церковь принадлежит каким-то церковникам. Кто они такие? А, да, это метеорианское название партии основателей. Я решил, что будет круто его использовать. Если ты не знаешь, что такое партия основателей, возможно, мы можем вскрыть это за некрытым количеством демагогии. Скрыть незнание. Не скрывать незнание. Так, вскрыть незнание. Знаешь, если задуматься, я никогда не искал этот термин в словарях. Точное определение дать не могу. Но это очень могущественная религиозная организация. Понял. А теперь давайте поговорим о чем-нибудь другом. Да. Так, ладно. Пока. До свидания, ребят. Убедить Сону пойти на сотрудничество с рейверами или выгонить ее из церкви? Да не буду я ее из церкви выгонять. Я что? Нелюдь? Я не нелюдь. Я хороший человек. Она там работает? Работает. Пусть работает себе спокойно. Я лучше подростков этих выгоню отсюда, чем буду ее выгонять. Так, ладно. Давайте завтра будем пытаться ее увидеть. Так, нам нужно еще с трупом на пирсе разобраться. Найти рабочее орудие, которое стреляет пулями калибра 4 и 46. Так мы же уже выполнили это. Мы же уже вернулись к трупу на побережье. Заставить Титра сказать, где Рубия. С этим мы пока что не продвинулись. Но у нас стало меньше заданий. Это уже хорошо. Вот, смотрите, сколько уже выполненных. И вот. Неплохо так мы с вами справились. Так что будем заканчивать эту серию на сегодня. Все, всем огромное спасибо за просмотр. Буду ждать вас в следующих сериях. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok